Вот один. Второй. Ой, еще мы много нашли. Ура! Ребят, всем привет! Апрель месяц, новый месяц, новые грибы. А это значит, что мы сегодня отправляемся с вами в лес. Что сегодня нас ждет, пока не знаем, потому что позади у нас засуха. Были и солнечные дни, и ветреные дни, но дождливых дней у нас, к сожалению, не было. То есть осадков у нас практически нет. Единственная надежда это на туманы, на утренние росы. То есть все-таки мы верим в лучшее. И сегодня мы отправляемся за сморчками. Как всегда, мы сегодня будем с Викторией, моей коллегой-грибницей-помощницей. А также мы возьмем с собой нашу коллегу Надежду. И отправимся вместе с ними в северский район нашего Краснодарского края. Пожелайте нам удачи, потому что мы сегодня запланировали не только найти грибы, а еще их приготовить прямо в лесу. Поехали! Сегодня наши первые находки. Это сморчок конический. Вот такая вот красивая семейка, два рядышком. Сегодня они герои нашего выпуска. Самые первые сморчки конические. Спутать эти грибы невозможно ни с каким другим грибом. Они не похожи ни на один из сморчковых видов. Ни на один гриб из несъедобных. В семействе этих грибов ядовитых нет. Еще один сосед этих товарищей. Совершенно рядышком в двух шагах от тех находок мы находим еще один. Стоит только развернуться, поменять свой ракурс зрения. Как рядышком находятся еще вот такие вот его собратья. Сморчок конический отличается от других сморчковых видов тем, что у него всегда ножка, которая идет отдельно. Шляпка его всегда конической формы. И всегда вот такая вот она темненькая. В зависимости от возраста гриб может быть и светлее, и темнее. Но ножка его всегда будет вот такого вот кремового цвета. И еще совсем рядышком мы можем заметить еще одного соседа. Это тот же сморчок конический. Такая у него белая ножка, темная шляпочка. Очень красивый гриб. Очень вкусный, очень нежный. Вот он красавец. Темненький, красивенький на белой ножке. Не менее прекрасный малыш рядышком лезет. И видите, это у нас листья. Что мы видим? Это тополь. То есть тополя, белолистки, осины. Это их излюбленная среда обитания. Под этими деревьями, именно под этими. Они любят расти. А вот здесь под большим тополем был найден вот такой вот красавец. Прям уже такой крупненький, упругий. Экземпляр. Это все тот же сморчок конический. Практически у корня дерева обосновался вот в такой вот травке и прошлогодней листве. И если ты нашел один гриб, не забудь обернуться и рассмотреть это место со всех сторон. Потому что рядышком, совершенно рядом, буквально в двух шагах, рядом растут его братья и сестры. Вот такие вот грибочки. Эти грибы никогда не растут по одному. Они всегда растут семейством. А этот экземпляр конического сморчка сегодня получает номинацию самый крупный экземпляр за сегодняшнюю прогулку. Просто посмотрите, какой красавец. По сравнению с моей ладонью, он просто на сегодняшний момент, на сегодняшний день просто огромный. Ребята, данная семейка также растет, не отходя от предыдущего гриба. И я пока здесь сижу, я уже насчитала один, два, три, четыре, пять особей точно. И я вам сейчас их покажу, потому что просто так их не заметить. Только поклонившись одному грибочку, то есть поклонившись лесу, поклонившись лесовичку, сказать спасибо всем лесным жителям и обитателям, можно сказать, да, если кто верит в эти вещи. То есть только поклонившись природе, сказать спасибо за улов, можно увидеть следующие экземпляры. Вот они, красавцы. Видите, буквально рядышком еще два отличных свежих сморчка конических. Товарищи, красивые очень, конечно. Свежие экземпляры абсолютно. Такая же у них белесая ножка, кремоватого цвета, даже можно сказать. И я вам отмечу, что чем светлее ножка и упружести, тем гриб свежее. То есть если гриб старше, его шляпка значительно темнеет, а ножка становится водянистой и более размягшей такой вот. И вот такой вот чуть поменьше нам встретился. В общем, гриб в лесу есть, но найти его очень сложно. Нужно смотреть осиновые леса, которые достаточно увлажнены. Нужно смотреть пойменные места. Недалеко от рек. Преимущественно любят они осины, дуб, смешанный лес. То есть это и лещина, и ольха может быть, и белолистки, и тополя. То есть все вот эти вот наши деревья, лиственные, в принципе, достойны для произрастания. Вся эта почва, известковая и песчаная почва, тоже излюбленное их место произрастания. То есть нужно смотреть в первую очередь вот такие места. То есть видите, и дубовый листочек здесь, и тополинные. Вот они, сережки тополя здесь же. Вот же папоротник здесь мы видим. То есть вот такая вот у нас, видите, почва обогащенная. Перегной достаточно хороший здесь для этих грибов. Грибы эти любят увлажненные места. То есть если осадки были, то рассчитывать стоит на гриб. Если осадков давно не было, то гриб, скорее всего, здесь не вырастет. Здесь притаился прям маленький, прикрылся листочками. Практически незаметен для нашего взора. Тоже малышок, который отправится сегодня с нами. И вот смотрите, один экземпляр. И если бы я не подошла к одному, то я бы не заметила совершенно рядышком. Вот тут вот еще один грибочек. Совершенно молоденький, более светлого оттенка. Но он тут растет. Вот такое вот сегодня счастье нам привалило в виде конических сморчков. Его ножка совсем еще тоненькая, маленькая. Ну и шапочка уже достаточно большая для того, чтобы отправиться с нами. Эти грибы невероятно ценные, так как они очень полезны. Наши предки издрине собирали этот гриб для того, чтобы сделать настойки, которые принимали для улучшения остроты зрения. То есть считается, что гриб невероятно полезен для наших глаз. А здесь нас поджидала не менее прекрасная, неожиданная находка. Такая как сморчковая шапочка. Спряталась ото всех. Скид тут под коряжкой, под листвой. Смотрите, какая она уже. Она достаточно длинная. То есть ножка у нее достаточно уже приличная. И конечно стоит осматриваться рядышком. Буквально тоже в шаге от предыдущей растет еще один экземпляр. И это мы еще не рыли листву. Сегодня мы в принципе ее не роем, потому что все грибы находятся в доступе на поверхности. Вот такая вот чуть подсушенная уже, но пригодная для сбора сморчковая шапочка. Богемская. А сегодня мы очень счастливы, потому что на сегодняшний день мы нашли уже третий вид сморчкового гриба. А это у нас, ребята, сморчок съедобный. Вот такой вот малыш уже пробивается. Представляете, апрель месяц. И вот он берет свое начало. То есть этот апрельский гриб в принципе можно собирать у нас в регионе весь апрель. И он уже растет преимущественно не только в осиновых лесах, а уже в смешанных. То есть в лиственных лесах он встречается достаточно часто. Но все равно, конечно, излюбленный биотоп всех сморчковых грибов это белолистки, это тополя, это осинки и так далее. То есть вот эти вот смешанные наши лиственные лесочки. После дождя этот грибочек можно искать преимущественно на горках, потому что первые радуют нас склоны, увлажненные, прогретые солнцем, там открытые склоны достаточно, а уже в более засушливую пору они появляются в низинах, пойменных местах, там где подтопляется, где большая влага. Второй найденный нами экземпляр тоже сморчок съедобный, он уже покрупнее. Такой вот хочется, конечно, оставить его, чтобы он подрос, но теперь не знаю, как доста вернемся, поэтому этот гриб мы, конечно же, тоже забираем. Он уже достаточно хороший, но может достигать намного больших размеров. То есть в прошлом году мы находили экземпляр размером просто с большую ладонь, а этот пока еще маленький, но пойдет все равно, конечно же, с нами. Находки сегодня просто радуют, радуют глаз, радуют вообще в полном смысле этого слова. Это просто восторг, ребята. Это не передать вам просто через камеру, насколько приносят вот эти вот находки радости. Тоже сморчок съедобный, но он уже немножко начинает портиться, потому что ножка у него там уже немножко темнеет. Но сам грибочек хороший, то есть такой достаточно упругий, который можно с собой взять. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот раз, буквально я руку чуть дальше протянула, там еще три. Вот сейчас вам покажу, как они растут. Вот, переставляю в камеру телефона, вот еще один красавец. Представляете, и вот так вот реально на каждом метре просто стоит оглядеться, чтобы увидеть вот этих замечательных красавчиков. Вот так сегодня радует нас наша природа. Вот такой вот сегодня у нас улов получился, очень-очень замечательный. Так что сезон охоты на конические сморчки уже у нас открыт. Обычная жареная картошка с грибочками, но очень вкусная. Отварили наши грибочки в подсталеной воде минут 10-15. Предварительно их хорошо промыли, чтобы вся пыль с них ушла. Слили на друшлаг и ждем, когда обжарится лучок. Лук обжарился, добавим грибочки. Обжарим минут 5, их слегка, они уже готовы, может быть, и добавляется картофель. Мы заранее его отварим. И все. И сверху уже можно посыпать зеленью, какая вам нравится, добавить по вкусу. И наше блюдо будет готово. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!